Здравствуйте, я Ольга Крамская в эфире программа о законах, которые регламентируют нашу жизнь. В начале нашего выпуска, как обычно, представляем вашему вниманию обзор законодательных инициатив и новых законов, которые обсуждались на этой неделе в стране и в нашем регионе. Работодатели, возможно, обяжут следить за изменениями фактического места жительства работников, подлежащих воинскому учету. Минобороны России уже подготовила проект поправок. В частности, работодатели могут обязать при заполнении личных карточек уточнять, помимо прочего, сведения о месте жительства или месте пребывания граждан, причем даже о тех, которые не подтверждены регистрацией. Кроме того, о смене места жительства работодатель будет обязан в двухнедельный срок извещать военкомат. Министерство юстиции приступило к подготовке законопроекта, который пропишет особенности доступа в квартиры граждан, когда надо проверить состояние помещений, не проводится ли опасная перепланировка, в порядке ли газовое оборудование и прочее. В последнее время в службу судебных приставов все чаще поступают дела, в которых требуется войти в квартиру гражданина, даже если он против. Такое право дает суд, если, например, у соседей возникли опасения по поводу проводимого им ремонта. Также процедурой пользуются жилищные инспекции, так что Минюст не изобретает какой-то новый правовой механизм, а только предлагает усовершенствовать практику, так как на деле подчас возникают проблемы. А именно суды в резолютивной части не всегда четко формулируют основания, по которым можно пройти в квартиру принудительно, да и сами приставы неохотно пользуются своими полномочиями. Новации, разрабатываемые Минюстом, лишь добавят ясности и определенности, и тем самым упростят работу ответственным службам. Заставить хозяина открыть дверь надо, когда в квартире творится нечто опасное для всего дома, например, ломают несущие стены или каким-то образом нарушается закон. Так, недавно в Петербурге судебные приставы помогли жилинспекции войти в квартиру, где была оборудована дешевая гостиница. Нелегально. А в Новосибирской области коммунальные службы по решению суда провели уборку в захламленной квартире. Водителям, которые нарушают правила, когда в салоне находится ребенок, наказание будет суровее, а штрафы выше. Такое поручение дало правительство по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Министерство юстиции и МВД должны проработать изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Но речь не идет о том, чтобы каждую статью 12-й водительской главы дополнить еще одним пунктом. На случай, если водитель перевозил детей, расширит только перечень отягчающих обстоятельств. Например, за превышение скорости от 20 до 40 км в час штраф установлен жесткий – 500 рублей. Поэтому, если такое нарушение совершил водитель, перевозящий ребенка, то для него ничего не изменится. А вот за превышение скорости от 40 до 60 км в час штраф установлен уже в размере от 1000 до 1500 рублей. Таким образом, впервые попавшемуся лихачу за это нарушение назначат тысячу, а водителю с ребенком сразу полторы. То же самое с управлением в нетрезвом виде. Максимальное наказание по этой статье – лишение прав на срок до двух лет. Как раз это наказание и грозит пьяному водителю, перевозившему в машине маленького пассажира. Дело в том, что за период с 2012 по 2018 годы зафиксировано сокращение количества ДТП с участием детей на 4,5%. Но в этом году отмечается рост этого показателя. По данным Госавтоинспекции, за 8 месяцев произошло 6243 аварии с детьми-пассажирами. Погибло 242 ребенка. Травмам получили 7360 детей. 8 сентября в нашей стране прошел единый день голосования. В Новгородской области выбирали депутаты Государственной думы, а также депутаты Новгородской областной думы по Первому округу. Подробности в нашем сюжете. Избирательные участки открылись ровно в 8 часов утра, но в некоторых районах и раньше, чтобы проголосовать могли те, чей рабочий день начинается ни свет ни заря. На почти пяти с половиной сотнях участков жители региона выбирали депутаты Государственной думы, а Шимский, Солецкий, Батецкий районы и частично Новгородский голосовали еще и за кандидата в областной парламент. Утром в школу номер 13 Великого Новгорода, чтобы отдать свой голос, пришла председатель Новгородской областной думы. Елена Писарева была откровенна. В этом случае она выступает не просто как избиратель, но и как политик, ведь выбирает коллегу, с которым предстоит тесно работать, от которого во многом зависит, услышат ли на уровне Федерации чаяния новгородцев, заметят ли законодательные инициативы местных депутатов. На сегодняшний день у нас находится законодательная наша инициатива по использованию материнского капитала для профессионального обучения матерей и отцов, которые иногда, к сожалению, остаются одни, и воспитание детей ложится на их плечи. Поэтому в течение вот того периода, когда они находятся в декретном отпуске, может быть кому-то необходимо переобучиться. А тем более депутат Государственной думы, он не имеет права прерывать связь с населением, он не имеет права постоянно сидеть, извините меня, в кресле там в Москве. Он обязательно должен работать на территории и не только по кабинетам чиновников. Он обязательно должен встречаться с людьми, он обязательно должен знать проблемы. Если есть такая возможность, конечно же, всеми силами помогать, взаимодействуя со всеми органами и, конечно же, видеть ту ситуацию, которая происходит в регионе и отстаивать все положительные решения на федеральном уровне. При этом Елена Писарева заметила, что прошедшая предвыборная кампания оказалась одной из самых тяжелых и грязных. Несмотря на огромный опыт собственного участия в выборах в качестве кандидата, спикер регионального парламента не смогла припомнить такого количества провокаций. И, конечно, это сказалось на явке. Это предвыборная кампания, одна из самых грязных выборных кампаний Новгородской области. Такой грязи, лицемерия, лжи, вы знаете, я не видела. Потому что она и в рамках такого черного пиара, в рамках черной агитации она проходит, но еще очень много лжи, пустословия, болтовни, которую я, к сожалению, слышала, как и многие другие новгородцы от того, что происходило сейчас. Это нехорошая была кампания. Согласен с Еленой Писаревой и ее заместитель Алексей Чурсинов. Действующий депутат областной думы на этих выборах решил испытать свои силы. Его имя значилось в бюллетене для голосования за кандидата в Нижнюю палату федерального собрания. Вице-спикер заявил, что предпочитает смотреть на вещи реально. Большой явки точно не будет. Безобразная предвыборная гонка отпугнула избирателей. К сожалению, те действия, которые происходили в течение последних двух месяцев, очень сильно сушат явку. И избиратель теряет интерес к выборам. Это неправильно. Явка надо, наоборот, чтобы была как можно больше. Как можно больше, чтобы новгородцев смогли выразить свое мнение, именно выразить в этом доверие тому или иному кандидату. Алексей Чурсинов в региональном парламенте является одним из самых активных депутатов и постоянно вносит на рассмотрение свои законопроекты. Подготовил несколько инициатив и к этим выборам. Первым делом на федеральном уровне, по мнению Алексея Чурсинова, нужно обсудить возвращение прямых выборов муниципальных глав. На мой взгляд, давно уже появилась необходимость провести реформу муниципального образования, так называемый 131-й федеральный закон. Вот у меня уже, в принципе, готовы поправки в этот закон. Соответственно, если меня выберут, я буду лично вносить эти поправки в Государственную Думу. Если нет, то я воспользуюсь, скажем, поскольку я являюсь членом правового комитета парламентской ассоциации по Северо-Западу, то я внесу через парламентскую ассоциацию. Боролся за кресло в Государственной Думе и коллега Алексея Чурсинова Дмитрий Игнатов и тоже выступал с подробной предвыборной программой в приоритете поправки в пенсионное законодательство. Конечно же, я подчеркнул, что все недавно принятые законопроекты, касающиеся увеличения пенсионного возраста, мне кажется, к этому нужно возвращаться и однозначно пересматривать. В тех действиях, в той позиции, которая в процессе выборной кампании всегда заявляла, очень много интересного и правильного, и нужного, и нужного в новгородцах написано, вот над этим и буду работать. Но ни в коем случае не буду отрываться от той миссии, которую для себя понимаю, понимая по-настоящему, быть проводником между новгородцами, жителями новгородской области, конечно же, и властью, чиновниками, чиновниками разного уровня. Но ни Алексею Чурсинову, ни Дмитрию Игнатову пока не суждено представить свои инициативы в государственном парламенте. Первое место по итогам голосования занял Юрий Бобрышев. Он набрал почти 36% голосов избирателей. Правда, явка все-таки была низкой. Только четверть жителей региона в воскресенье пришли на выборы. Что же касается голосования за кандидата в областную думу, победителем стал Василий Калинин. Уже в сентябре он примет участие в заседании регионального ЗАГСобрания. На этой неделе новгородский агротехнический техникум превратился в площадку для дискуссий по национальному проекту образования. Программа мероприятия началась с экскурсии по образовательному учреждению. К новому учебному году оно полностью обновилось. Капитальный ремонт и полное оснащение лабораторий и мастерских в новгородском агротехническом техникуме удалось провести за счет спонсорской поддержки. Одно из самых крупных сельхозпредприятий региона вложило более 40 миллионов рублей в качественное обучение своих будущих работников. Столько же техникум получил по госпрограмме обновление материально-технической базы. При закупке агрегатов, инструментов и оборудования для мастерских руководство обращало внимание и на требования WorldSkills, и на современные стандарты обучения. И модернизация уже дала результат. В этом году за возможность учиться в техникуме боролись 600 человек. И только половине суждено было стать его студентами. Это был первый случай конкурса среди абитуриентов за несколько лет. Новгородский агротехнический техникум – яркий пример эффективного расходования бюджетных средств. Поэтому именно он и был выбран площадкой для обсуждения важнейшего национального проекта образования. До 2024 Новгородской области предстоит освоить более полутора миллиардов рублей. По некоторым проектам, включённым в общий национальный, уже закуплено необходимое оборудование. Десять школ участвуют в создании цифровой среды. И как раз этот этап вызывает множество вопросов. Причём не у учеников, а у учителей. В современных технологиях школьники порой понимают больше педагогов. Закуплено более 400 единиц оборудования. В основном это компьютеры, МФУ, интерактивные комплексы. Но также, как мы с вами говорим, мы должны провести обучение педагогов. То есть у нас есть показатель, не менее 30 работников должны повысить свою квалификацию по цифровым компетенциям. То есть в каждой школе, в которой реализуется этот проект, три человека должны быть обучены до конца года. Загвоздка в том, что прогресс опережает возможности педагогов. Уже сейчас будет мало освоить привычные компьютеры и планшеты. Учителям нужно обучиться сначала самим, а потом научить и детей. Использовать в учёбе, например, 3D-принтеры и VR-шлемы. Поговорили на дискуссионной площадке и о полном переходе на цифровые платформы, такие как дневник.ру. Сотрудники школ ожидали, что портал полностью избавит их от бумажных носителей. Но пока в большинстве учреждений оценки до сих пор по старинке дублируют в обычные дневники. Да и не все родители поддерживают использование современных технологий. Обеспокоила повальная цифровизация и депутатов. Не кажется ли вам, что мы на сегодняшний день получим, ну ладно, крупные города, на сельских поселениях провал? То есть, образно говоря, отрыв от развития детей, непосредственно тех, кто учится на селе, и тех, кто учится в больших городах, где вот эта цифровизация на сегодняшний день достигла достаточно высокого уровня. Новое оборудование, новые вот прям рабочие программы, которые направлены на то, чтобы нивелировать эту безграмотность, цифровую безграмотность, да? Они направлены на то, чтобы не только школы городские это делали, но и прежде всего сельские школы. Конечно, в сельских очень сложно, потому что нет педагогов. Ну, прежде всего, нет педагогов. Обучаем, пробуем, планируем привлечь даже с других субъектов, но процесс достаточно сложный, конечно. Затронули и больную хозяйственную тему. Директора школ и организации среднего образования пожаловались на нехватку средств на ремонты. Средства выделяются на создание новых мест в школах, что подразумевает строительство новых зданий. Но что делать с уже существующими? Многим из них косметический ремонт уже не помогает. Покраска стен и потолков даёт только эффект плацебо. Сколько же можно маскировать проблемы, задаются вопросом руководители образовательных учреждений. Ирина Середюк заявила, что министерство тоже поднимало этот вопрос на федеральном уровне, когда национальный проект был ещё в разработке. Правительство пообещало, что позже запустят отдельную программу модернизации школ, но сроки неизвестны. Такая же история и с детсадами, но им помощь постараются оказать за счёт регионального бюджета. Я целое лето посвятила вот этой работе. Я проехала все наши муниципальные районы. Я посетила многие-многие детские сады в наших муниципальных районах. Я выражаю огромную благодарность образованию людям, которые работают в данных учреждениях. Потому что, вы знаете, они отдают нам сердце, душу. Они вкладывают именно частичку своей души в каждого ребёнка и в то учреждение, в котором они работают. И, конечно же, есть уже сейчас сформирован проект. Проект по оснащению наших площадок, тех дошкольных образовательных учреждений, где я была, современным оборудованием для того, чтобы наши дети, дети нашей новгородчины были в безопасных условиях, были в современных условиях. И, соответственно, получали качественное образование даже на детских площадках, не только в стенах учреждений. Ещё одна важнейшая составляющая национального проекта касается школьников с интеллектуальными нарушениями. Новгородский центр адаптированного обучения уже реализует программу «Современная школа» и благодаря ей открывает для своих воспитанников новые возможности. Обновляя трудовые мастерские, мы подразумевали трудовое обучение для детей, которые имеют лёгкую степень умственной отсталости. В этом классе наши ребята проходят диагностический курс. Попедевтический курс знакомства с профессией. В течение учебного года обучающиеся пятых классов путешествуют по графику особому, по всем трудовым мастерским, знакомясь с представленными профессиями в нашей образовательной организации. Проявить себя можно в строительстве или кулинарии, примерить на себя профессию столяра или швеи, познакомиться с народными промыслами. Упор делается исключительно на специальности, востребованные на территории Новгородской области, чтобы в будущем выпускники центра не остались без работы. До конца года Новгородская областная дума намерена организовать ещё несколько дискуссионных площадок по оставшимся национальным проектам. А итоги будут подведены на втором региональном парламентском форуме. Это была программа о законах, о тех, кто по ним живёт и о тех, кто их принимает. Мы увидимся с вами в следующий четверг в 19.40. Будьте здоровы, берегите себя и помните, что главное в законе не его слова, а его смысл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова